Это местная дискотека была когда-то, я не знаю, как сейчас. Молодёжь-то вышла. Чара. Понятно, понятно. Маша. Маша. Блин, в кроссовках так офигенно бегать. Всем привет, чуваки, вы смотрите ежедневные влоги Кэм Уиз Мэн. Сегодня у нас воскресенье. Мы в деревне. Да, 14 число. Мы в деревне у бабушки. Здесь классно, здесь просто замечательно. Мы на огороде. Мы решили сегодняшний влог начать с козы. Римка. Зовут её Римка. Знакомьтесь. Привет, привет. Мы не увидели, но не увидели. Что ты, ты пугаешься что-то? Сегодня я пугаю. Да нет, мы её с папой сегодня кормили. Кстати, папа уже вчера ещё приехал домой. Нет, по-моему. Чего ты? А, она знаете, что ест сейчас себе там? Вот, она черёмуху любит кушать. Да, она всё подряд любит. Римка. Ткущий на здоровье. Молоко твоё сегодня пили. Здравствуй, здравствуй, Римка. Чё рыгаешь? Ты не рыгай на меня. Всё, давай, давай. Ну всё, раздраконилась. Раздраконилась, раздраконилась. Римка хорошая. Ну всё, мы... Лиже? Да. Лиже. Она лижет. Ай, её язык смешной. Никакой. Она меня хотела пожевать немного. Не надо меня пожевать. Я же... Ты же не это, не хищник. Друзья, смонтировали с утра влог. Берём с собой ноутбук. И едем в центр деревни, чтобы выложить... Потому что здесь Йота ловит. Но очень плохо. Очень тонюсенький. Он 5 мегабит на приём. И 0,2 на отдачу. Я надеюсь, что... Ну мы вчера 15%. А Римка там что-то зыркает на вас. Там петухи, кстати, курицы. 15% минут за 10 выложилось в центре. Так что нормально. Мы как раз погуляем по парку. Покажем вам новый парк. Потому что в прошлом году там только... Только, только... Только начали делать. Там всё рыли. Друзья, всё, машина позади. Ноутбук там же с Йотой выкладывается. Где-то около часа будет выкладываться. Я думаю, что всё-таки побыстрее. Сейчас немножко... Не-не-не, он когда я ставил, было 59 уже. Вот. Мы уже у парка, уже в центре. Сейчас скинем мусорок. Мы съели по яблоку, по банану. И пройдёмся вон по парку. Там, наверное, вечером прикольно. Потому что освещение... Я уже отсюда вижу, что фонари современные с отражателем. В прошлом году было дофигища деревьев. Здесь было... Их уже не было. Они уже были, это... Ну, не все, не все, по-моему. Их горчовывают. По-моему, не все. Пойдём по той тропинке. По-моему, всё равно было побольше. Но в любом случае, я думаю, что здесь должны засадить... Вон ёлочки, ёлочки засадили. Небольшой скверик. Небольшой скверик начинается тут. Мы сейчас так и зайдём. Отсюда и вот туда. Вон он, собственно говоря. Ребята, вот эта вот клетка, о которой вчера я так мимолётом сказал, просто клетка. Короче. Это местная дискотека была когда-то. Я не знаю, как сейчас. Ой, да все знают, кто родился раньше 90-х. Ну да, нет. Всяческие дискотеки под руки вверх. Здесь, это было пятница, суббота и воскресенье. Три дня подряд, по-моему, были дискотеки. Всегда. Вот. И очень... В парках ещё такие стоят. Музыка громко играла. Не, здесь чисто молодёжь сюда тёрлась только. Я сейчас про краски. Я понимаю. Клумбочки. Там вот где-то администрация. Ну, не помню, если честно, где. Ну, как-то что-то поменялось. Детскую площадку, вон, какую-то замасотречили. Вот, вот. Я про вот эти вот светильники с отражателями. Не, если бы газон просохнили, было бы, конечно, кулей. А знаешь, мне кажется, дойдёт и до этого. Не сразу они как-то всё... Плохо, что от солнца тут не спрятаться. Раньше мы всегда здесь прятались от солнца. Здесь были лавочки также, только в теньке. Ну, вот так. Было прям очень много деревьев. Был лес прям такой. Да, вся территория была деревьев. Вот в таких вот, как он дох. Держать. Может, до физкультурного этого дойдём, посмотрим, цены. А где он находится? Не знаю, сейчас посмотрим в интернете. Да, здесь какой-то спортивный комплекс. Ещё. Да. Короче, это спортивный комплекс. Физкультурно-оздоровительный комплекс. Там ещё бассейн есть. Он на другом берегу. Вот, поэтому мы сейчас туда не поедем. А сейчас прогуляемся мимо школы, я думаю, до кинотеатра. Там помнишь, в деле, нисколько? Классно. Ну, а сейчас такое юмор. Мы всегда в августе приезжали. Ну, да. Я в деле не мало. Ну, всё равно. Всё равно классно. Лето, знаете, как классно в деревне. Воздух вообще другой. Он какой-то пипец просто. Он насыщенный. Он чем-то пахнет таким. Ну, то есть у него есть запах. Я сделала вывод, что здесь всегда хочется кушать и всегда хочется спать. Потому что, да, чистый воздух нагоняет аппетит. Не знаю, это ужас какой-то. Ну, это клёво. Мы ещё в баньке с утра посидели, прям попарились. Чтоб прогреться, чтоб наши все сопли ушли и горлы перестали болеть. Горлы. Горлы. Нам нужно ещё какой-нибудь автомагазин, чтобы купить губку. Мы будем мыть машину. Ну, почему? У меня обязательно автомагазин. Можно какая-нибудь... А, тогда, тогда он там, вон, хозяюшка вон. Сейчас туда-то пойдём мы там. Вот вам и деревня. Даже хостовары в виде супермаркета. Понятно? Есть всё, что нужно. Купили губки. Мыть посуду, хотел сказать, мыть машину. И салфетки для носа, для моего глаза конъюнктивитного или ячменного. Не знаю даже, что лучше, да, что хуже. Вот, и, и 17 минут осталось до того, как выложится влог. Ну, опубликую, наверное, уже опять дома. Закрывай. Машину закрываем, идём до кинотеатра. Кинотеатр имени Гагарина. Проходим мимо школы. Моей школы, да. Школа, школа. Я скучаю. Ты что, нарушительница? Вон там пешеходный переход, а ты хочешь? Да, в этом кайф, в этом кайф. Фонтанчик. Большая школа. Школа номер, ай, номер, номер два, по-моему, это. Потому что первая школа на том берегу, насколько я помню. Всё, вон там позади крыльцо. Мы так и не поняли, какая всё-таки эта школа. Это было исключительно, потому что красил. Да, ремонт делается. Вот. Идём теперь через вот такой вот зелёный коридорчик. Там, кстати, виноград вдоль, вдоль забора. А, ну вот он опять. Виноград, при том, что он ещё и реально даст потом дикие, дикие свои плоды. Мы сейчас тоже, блин, удивляемся. Приедем в Краснодар, мне кажется, мы вообще офигеем от деревьев. Да. От того, какие пусты там растут. Ну давай не будем вот этого говорить, потому что будет прикол, если мы приедем и не удивимся. И ничего там не растёт. Да, ничего не растёт. Короче, пустыня какая-то. Посмотрим. Вот. Это место такое. Такое а-ля городочек. Двухэтажные дома несколько штук. Вот с этой стороны там будут ещё. И вон кинотеатр сейчас будет. Вот он, кинотеатр имени Гагарина. Слушайте, здесь сверху был Гагарин вообще налеплен. Да. И было нарисовано, что-то написано. А теперь... Была такая, типа, как мозаик, как сказать, коллаж. Здесь, кстати, смотрите, типа, для женатых ребят только что, поженившихся. Да, конечно. Конечно, есть ЗАГС. Да. Вот арка, в которой мы фоткались в прошлом году. И теперь, я так понимаю, это может быть какой-то выставочный комплекс стал. Потому что он посвящённая, выставка посвящённая чего-то там, 70 лет победы. Тара-та-та-та-та-та. Ну всё, всё, кстати, про победу. Спасибо за победу. Вот. Библиотека. Кинотеатра больше нет, да. Библиотека, вон. Дедушка у меня... Мне кажется, до сих пор там книжки иногда берёт какие-то. Но, на самом деле, в прошлом году точно брал. И мы подошли к вечному огню, который не горит. Но цветы лежат, я так понимаю, что, наверное, это ещё с 9 мая. Тут даже пандус есть в библиотеке, зашибись. Да, причём нормальный, ну, почти. Я не удивлюсь, если мы здесь ещё какие-нибудь тактильные штучки увидим. Да, смотрите. Не, ну это уже вряд ли. А вон там он рынок, на котором у меня бабушка покупает мясо. А он типа в книгодне работает? Которая, да, он с утра работает. То есть, а... Он в воскресенье... Да, и в воскресенье он не работает, по-моему. Вот, и... Бабушка готовит сама в парше пельмешки, котлетки, которые мы вчера и сегодня поглощали. Абсолютно реально, это нельзя даже сравнить с городским. Ну, потому что реально, только-только где-то бегал телёночек или... Да, ну, да, телёночек. Ну, к сожалению, к сожалению, так оно. Всё, влог выложился, и мы едем кушать курник. Сейчас приедет дядя с тётей. Через полтора часа. А, да, через полтора часа. Не, через час, а не в полвторого всё-таки будут. Да, так что сейчас будем кушать, отдыхать. А влог уже в сети, смотрите внимательно. Праздничный стол, можно сказать. Собираемся всё вместе с дядей, тётей, бабушкой, дедушкой, папой, мы с Алиской. И сейчас здесь, гвоздь программы, появится курник. Они что-нибудь потом подумали, скажут, как они отчистили. Что-то мы засидели за столом и решили пойти к дяде. Погуляли. Мы идём вот сейчас, зашли в супермаркет Радно. Дядя говорит, что это самый крупный здесь супермаркет такой какой-то. Ну, я не знаю, супермаркет он или что, на магазин. А, да, супермаркет. Написано же. Вот, сейчас они там что-то купят, какие-то продукты. И дойдём до дома дяди и тёти. Вот. Посидим и ещё пойдём погуляем, наверное. Нам нужно что-то ещё собрать на завтра вечером. Потому что завтра мы поедем в город. К Самару поедем завтра. Да. Вот так вот. Едем. На электричке. Да, самый ранний, самый первый. Не хотим на машине ехать. Да, нафиг надо. Машина пусть стоит, отдыхает. А чего она там будет стоять всё равно во дворе? Да, да, да. Если мы тем более... Фиг его знает, куда поедем. Может, в загород поедем там опять. Из загорода заехали и в загород поедем. Кто знает. Это уже Дашка будет рулить ситуацией. Да. С Ваней. В магазине ничего нету. Дядя с тётей и с папой отправились на другой берег туда, на такси. Взяли такси. А мы решили с Алиской не тесниться в машине и пройтись пешочком. Да, мы пошли сразу до дома дяди и тёти, и они туда подъедут. Не знаю, через сколько. Да мы дойдем как раз, наверное, к тому времени. А сколько за такси? Семьдесят рублей? Семьдесят рублей по всему селу катается машина вроде как. За семьдесят рублей в любую точку. Вообще нормально. Мне интересно, сколько такси до Самары будет стоить. Ну, если мы до Отрадного ехали, то 250, по-моему, рублей. 250 было? Ну, до Отрадного тут всего километров 20. Мы снова проходим парк. Смотрите, молодежь-то вышла. На улице здорово. Здесь вообще на удивление село, во-первых, это самое большое село России. Кинели Черкасса. Здесь развивается всё. В принципе, оно развивается. То есть, появляются супермаркеты, Эльдорадо, Магниты. М-видео. М-видео. Появляются спортивные комплексы, вот о котором мы всё-таки говорили. Он просто огромный. Ну, блин, мы сто подолад у него сходим. Мы сходим, да, поплаваем. Нет, мы очень хочу бассейн, да. Представляете, бассейн на втором этаже. Я не знаю. На первом этаже типа детский бассейн, а на втором этаже взрослый. Как так, детишек там внизу, а если вдруг... Значит, продумали всё, значит, всё продумали. Конечно, логичнее было бы по-другому сделать, но... Логичнее вообще оба на первом, всё-таки как-то бассейн на втором этаже. Это немножко странно кажется. Ну, короче, там что-то 5 дорожек, да? Да, вроде как. Да. Ну, блин, для села это вообще... Да, и в будни говорят, типа, народу мало, в выходные там... В выходные, тем более сейчас ещё лето, каникулы начались. Да, да, да. Я думаю, там... Так что мы сегодня решили туда не идти. Хотя мы могли бы... Ну, утром... Это на другом берегу Кенеля, большой Кенель, река. Вот, поэтому как-то не с руки немножко туда идти пешком, а ехать неохота. Друзья, мы решили скоротать время и вышли к озеру. Это по улице Карла Маркса. Что-то начиналось. Что? Плиты. Плиты, да, типа, покупаться на плитах мы называли. Ну, здесь вот тут была уже вода, мы здесь купались. Ну, вот так теперь всё. Всё ссохлось, высохло, табуретка торчит какая-то из воды. Да, и вот они, собственно говоря, сами плиты. Плиты остались, с них мы и купались. Прыгали в воду. Блин, пипец. Не так уж, да, здесь было, конечно, глубоко, вон там ещё плиты. Забавно. Были мелкие. Да, да, были мелкие, приезжали на велосипедах, купались, ехали обратно. Очень здесь, блин, пейзажи кайфовые, прям, ну, нетипичные. Мы такие редко видели, поэтому... Ну, зора. Да, холм. Ну, такой холм, с которого, помнишь, всё село видно. Я уже даже не хочу деревню называть, потому что всё-таки на самом деле это не деревня. На него было, на него забирались или нет? Да, на него только там вот... На другой стороне. Да, там залысина есть, лысуха называется. Там у него машина заглохла. О, да, кто смотрел, тот помнит, как мы на Ниве поднимались, там, градусов, наверное, не знаю, 40, подъём. 45, наверное, сейчас. Ну, почти 45, наверное, да, слушай. И просто у нас заглохла тачка, и мы спускались задом почти всю гору. Мне жутко прикалывает, как лягушки, жабы, жабы клапанут. Алиска говорит, я сейчас рассмеюсь. Я реально смешно. Ну, прикольно. Ну, да, это круто. Чара. Понятно, понятно. Маша. Маша. Вышли мы от дяди. Не отмазался я от пива. Ну, как не отмазался? Здесь, представляете, черкасское пиво местное начали варить. И оно вообще... Открылся завод. Ну, типа, да, мини-заводик. Да. И оно просто как лимонад. Нет, не как лимонад, как квас. Как лёгенький квас такой. Только не сладкий квас. И не горький. Его не пахнет пивом. Да. От меда сейчас надо не пахнуть пивом. Нет, не пахнет. Хотя пришлось три стаканчика ошарганить, как говорится. Я даже попробовала. Мы всё ещё идём. Мы всё ещё идём, да. И сегодня мы хотим поздравить всех блогеров. Кто нас смотрит. Да. Да, и простых блогеров. Ну, в смысле, текстовых. И всех... Каких только можно. Скорее всего, изначально это были текстовые. Ну, конечно, да. Это блог, это блог. Короче, сегодня международный день блогеров. Поздравляем. Коллеги, поздравляем вас. Желаем вам процветания подписчиков и просмотров и хорошего, качественного контента. Это в первую очередь. Да. Вот. Я чувствую запах навоза. Прям вообще жёсткий. Такое прям... Мы идём вот около огородов. Навозом прям ударило так добротно. Уже не так. У меня даже горло перестало болеть. Да, это просто лечебный навоз. Папа тут едет на сероводородные ванны, грязь. А мы же, по-моему, снимали, когда мы проезжали. Там жёстко пыряет. Да, там сероводородом, а мы тут навозом лечимся. Мы же с Алиской в кроссовках. Передвигаемся. Мы решили, почему будем пробежаться. Это прикольно. Блин, в кроссовках так офигенно бегать. Вообще. Прям вообще, да? У нас всё в руках, чтобы в шортах всё это дело не билось. Мне об ноги. И было удобно. Всё, пробежимся. Вообще будет норм. Мы освещаемся ноутбуком, яблочком. Проторив... Как, не знаю. Проделывая себе путь до гаража, потому что мы идём... О, шарик. Нет, шарик не будет. Ну так плохо. Короче, мне нужно записать голос по работе. Мы решили записать его в машине, потому что здесь идеальная акустика. Не закрыла дверь, Лизка. Вот, тут идеальная акустика и микрофон тоже здесь. Сейчас, короче, подключим микрофон. Интернет здесь реально, да, не хочет ловиться. Хотя... Да. Мог бы, мог бы. Может даже и поймается, кто знает. Ладно. Сейчас буду записывать реплики некоторые там для одного детского контента, для мультика. Даша просто вообще молодец. Чё? С Ваниного аккаунта ВКонтакте пишет. Вот Ванька на телефон, на всякий случай. Ну, неплохо, а чё нет? У меня есть телефон, пиши сюда. Завтра на первой электричке дуем в Самару. Ещё раз напоминаем вам. Вот. И не знаем, что нас ждёт, как мы проведём эти денёчки в Самарске. Но, думаю, будет клёво. Вот, друзья, ладно, всё. Микрофон уже подключен. АКГ Пресепшн 120. А я пришла за компанией посидеть, потому что мне там будет скучно. Скучно, Алиске, торчать. Одной. Всё, друзья, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, оставайтесь вместе с нами. У нас второй день в деревне, неожиданный. Он должен был быть вообще первым днём, но он стал вторым. Кто не в курсе, смотрите прошлый влог, и вы всё поймёте. Всё, завтра электричка, завтра уже город Самара. Будем показывать вам, потому что что-то, возможно, с прошлого года там изменилось. И вообще мы будем шарить вообще по другим местам, возможно. Всё. Я попросила Дашу шариться по другим местам. Отлично. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, оставайтесь вместе с нами. Покеда! Йота загорелась. Поехали. Поехали. Заводи. Продолжение следует... Поехали. Субтитры подогнал «Симон»